Выводы делайте сами. То есть страны, там, Присидский залив, Сингапур, Индия, которые в этой войне занимали нейтральную позицию. Не потому, что они нас не любят или любят, но потому, что они дальше, они вообще планета немножко больше, чем глобус Украины. Может быть, это даже неплохо. Но, тем не менее, вот такая постановка вопроса говорит о том, что вот через, ну, условно, если наши дорогие нефтяные шейхи начнут вкладываться в трансформаторы в Украине, ну, потому что у них много денег, и почему бы не поделиться ради правильных идей. Это же тоже софт-пауэр, и не только, плюс это бизнес, опять же. Вопрос у меня такой. Изменится ли у вас после вот этих вот парижских инициатив отношение к Макрону? И второй такой, наверное, глобальный вопрос такой. А почему, собственно, весь мир платит за то, что раздолбали на российские нацисты? Ну, он платит до определенного времени, до победы Украины, когда, ну, большая семерка, под которой подписи всех заявлений об Украине от 12 октября, я все равно, наверное, ссылаюсь, там подписи Байдена и Макрона. В России репарации будут наложены на российское государство. Это бесспорно. Ну, вот более общий у вас вопрос о Европе. Я вам скажу, ну, с Францией я бы подождал и результатов конференции. Ну, про Макрона что я могу сказать? Ну, у него все время хочется ему поговорить с Путиным. Но как-то его коллективный Запад держит в рамках. Вот на этой, вот эту общую согласованную позицию, единственный путь – это вывод всех войск. А пока Путин не согласен, мы не будем с ним переговаривать. Он придерживается ее. Ну, а Германия, я вообще не говорю, Германия сейчас лидер сопротивления путинской агрессии, так же, как на первом этапе была Британия. Это не значит, что Британия как-то ослабила свою позицию с уходом Джонсона. Нет, это там страна, в которой единодушно и общество, и политический класс поддерживают Украину. Ну, вот сейчас примерно на тот же уровень и вышла Германия. Последнее заявление Шольца на этой уже неделе. Я часто разговариваю с Путиным, я понимаю, что человек, который готов на любое преступление, он говорит, да он же, говорит, и совершал, он шел на все, и в Чечне, и в Сирии. Ну, очень хорошо. Ну, жалко. Возникает, конечно, вопрос, почему не замечали эти преступления, и в той же Чечне, и в той же Сирии, и на Западе. Но сейчас, слава Богу, все поняли. Европа очень изменилась. И вот эта новая позиция Германии после исторического выступления Штанмайера 27 октября, где он просто покаялся за то, что своей политикой Путин-Ферштейн, они как бы провоцировали фактически Путина, уверяя его, убеждая его в его безнаказанности. И я надеюсь, что в самое ближайшее время, кстати, это тоже информация последних дней, недели, все-таки будет решен вопрос с танками «Леопард-2». Кровавый клоун. А чего Гиркина никто не слушает? Почему он остается блогером, по сути? То есть, какой-то волны он не поднимает, хотя и говорит полную правду. Кстати, что про Путина не говорит? Он про него больше политическое говорит, а не говорит, что он как главнокомандующий говно. Почему не говорит? Смотрите, он, значит, нужен, раз ничего этого не происходит, и он может по фронтам разъезжать, даже если его туда, как с его слов, не взяли, хотя я думаю, что там другие какие-то были причины. Ну, а зачем баламутить? Он поездил, посмотрел, никого он не воодушевляет, мне кажется. Никому он там не нужен, там воевать надо. Да, он там приезжает, наверное, что-то там продолжает руководить чем-то, командовать, давать советы. Не знаю, я не знаю деталей, но думаю, что он просто нужен какой-то части Лубянки, которая его запустила, проект. Для чего? Ну, у них, может быть, какие-то дальновидные планы. Мало ли что, мало ли куда все пойдет. Поэтому я не исключаю, что Гиркин просто является проектом, который актуализирован, который используют, но он нужен. Кто-то же должен говорить о фанерном маршине, ну пусть Гиркин говорит. Вот, чувачок с бэкграундом, срок пожизненного, кстати. Вот, поэтому на самом деле, я думаю, что это, безусловно, элемент противостояния борьбы Лубянки и Минобороны. Вот, Генштаба. Интересно здесь другое. Вот он говорит, что есть непонимание целей и задач. Он там еще одну фразу сказал, что, типа, это специально делается Кремлем. Чтобы не явность целей. То есть, их вроде как много, а никто не понимает, где мы должны видеть финальную точку. Для чего? Чтобы, он говорит, в любой момент можно было прекратить спецоперацию, объяснив достижение этих целей. Это выгодно для маневра Кремля, чтобы, ну, как бы, меньше ответственности брать и обозначить. А вот мы же Донбасс защищали, если понадобится. А что там Порожский, Херсонский, эта новая территория боксом, плюнем на них. Или, допустим, там оставить за собой Крым и сказать, ну, Донбасс, что он там, весь развален, он нам не нужен. Крым-то оставили. Крым потерять, сказать, ну, слушайте, ну, невозможно было удерживать. Мы противостояние НАТО, мы оставили суверенитет России. А, так сказать, территория, да, потом завоевали. Ну, я так утрирую, да, безусловно. Но цели-то действительно есть. Цель изначально была известна. Захватить всю Украину, уничтожить украинскую нацию, украинский народ. Кого-то убить, кого-то посадить, кого-то, так сказать, денационализировать, превратить из украинцев. Не знаю, плохих русских, кого они там хотели делать. Суррогатных каких-то там, манкуртов, кого, не знаю. Ну, мы видели, что из этого было достигано. Ничего. Ничего. Значит, к моменту, значит, девяти с половиной месяцев они подошли с действительно разрушенным мифом второй армии мира. Линией Суровикина, сейчас ее так называют, линией фронта, которая, значит, должна изогнуться так, чтобы дойти до границ Донецкой области. Пока мы этого тоже не видим. И с потерей Херсона после его воцарения на командование специальной операцией. Больше мы, в общем, не очень понимаем, о каких целях еще идет речь применительно к этой операции спустя девять с лишним месяцев. То есть, если цель ставилась дойти до Киева, вы не дошли. Если ставилась цель защитить Донбасс, ну, в какой-то смысле вы его защитили, только по отношению к первоначальным позициям, это очень скромное достижение. Если говорить о том, что, значит, путепровод у них есть из России через территорию Донбасса в Крым, ну, Мариуполь, Мелитополь, дальше, да, вы его получили. Но как долго вы сможете им распоряжаться? Не будет ли следующим этапом деоккупации потери именно его? Перерезание на линии Мелитополь, между Мариуполем и Мелитополем, вердянскому, так сказать, фронтов. Я как-то в это охотно верю, а они нет. Ну, посмотрим. Жизнь покажет. Это же вопрос месяцев, это же не лет. Это же не через пять лет мы можем так увидеть. Может, увидим, может, нет. Но в любом случае, когда мы возвращаемся к разговору о целях спецоперации, они-то были масштабные. А всё как-то, как классик сказал, чижик съел. Понимаете? Оказалось, всё... Чижик съел уже. Да, да. Ну, там они всё поели. Вот, поэтому, на самом деле, никакой цели ты не достигнула. Сейчас цель не потерять больше. Вот она цель. Реальная цель, чтобы сохранить статус кого-то, чтобы не потерять ещё территорию. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...